В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Заседание Высшего Совета Московской области прошло в Доме правительства региона. В Видновском детском саду номер 39 «Ромашка» благодаря спонсорам появились новые методические пособия. Несколько лет уже идет сотрудничество с данным детским садом. Во дворце спорта Видное состоялся матч между молодежной женской баскетбольной командой «Спарта НК-2» и «Сыктывкарской Никой». Наша команда очень молодая. И этот опыт им пригодится в будущем. В Доме правительства Московской области подвели итоги уходящего года. На заседании Высшего Совета региона отметили лучшие муниципальные и управленческие команды и вручили специальную премию губернатора «Прорыв года». В мероприятии приняли участие члены правительства Московской области, депутаты Государственной думы и Московской областной думы, руководители органов местного самоуправления, муниципальных образований, представители правоохранительных органов, силовых ведомств и общественные деятели. Отдельное внимание уделили подведению итогов рейтинга 50, который отражает качество работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, цитата, «Работать на результат, на то, чтобы жители видели перемены – это стиль и смысл нашей деятельности, главный элемент нашей работы – чуткая и внимательная власть». Конец цитаты. В общем, рейтинге муниципальных образований первое место досталось округу Ивантеевка, второе – Котельникам и третье – Реутову. В дошкольных заведениях Ленинского городского округа в эти дни проводятся новогодние утренники. На них маленькие воспитанники детских садов показывают свои умения и таланты и получают подарки. Но не только детям вручают презенты, но и самим учебным заведениям. В Видновском детском саду «Ромашка» веселье в полном разгаре. Все главные персонажи новогоднего представления налицо – Баба Яга, Дед Мороз и другие сказочные герои. Но, естественно, что все главные роли исполняют именно дети. Малышки, шелк, кадр, дружок, лечи, не унывай! Но не только Дед Мороз принес сегодня детям подарки. Региональный благотворительный фонд, иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей уже на протяжении 25 лет помогают малышам, имеющим проблемы со зрением. И здесь, в детском саду «Ромашка» они не впервые. Несколько лет уже идет сотрудничество с данным детским садом. Просто в этом году поменялся спонсор и помогли «Газпром» и «Газораспределение Москва». Подарили детям 14 комплектов специальных тактильных книг. В саду есть специальная программа по работе с плохо видящими детьми. Эти книги созданы с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия изображений детьми с нарушениями зрения и станут хорошим подспорьем педагогам. Спасибо вам большое. Надеюсь на дальнейшее интересное сотрудничество. Некоторое время в учреждении проводилась реконструкция. Увы, это не лучшим образом повлияло на контакты детского сада со спонсорами и попечителями. До реконструкции, до 2015 года у нас каждый год оказывали разные организации такую помощь. После реконструкции, после 2017 года, это наша первая, нам оказали первый раз такую помощь. Поэтому мы очень благодарны за эти книги. Стоит думать, что это не последний визит спонсоров и представителей благотворительного фонда в детское дошкольное учреждение. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В преддверии Нового года рост продаж фиксируют не только в сегменте недорогих товаров. Приток посетителей происходит и у автомобильных дилеров. Чем выгодно покупка автомобиля в предновогодний период, выяснял наш корреспондент Дмитрий Книга. Официальный дилер Митсубиши, Вистактив, Дарья, день добрый. Автосалон Вистактив открылся в городе Домодедово весной. Здесь можно выбрать и купить любой понравившийся автомобиль Митсубиши из модельного ряда 2019 года на привлекательных условиях. А главное, по весьма демократичным ценам. Автомобили абсолютно различные. Большой модельный ряд кроссоверов и внедорожников. Также есть изобилие просто огромной комплектации на переднем, на полном приводе. Есть различные виды двигателей, систем полного привода. Плюс, естественно, сейчас Новый год, пора подарков. Согласуем, в принципе, любые условия, любые подарки, которые клиенту необходимы, чтобы наш клиент остался доволен. Японский бренд давно зарекомендовал себя на рынке и пользуется популярностью у российских автомобилистов. Машины марки Митсубиши отличаются надежностью, неприхотливостью в эксплуатации, экономичностью, а также выдающимися техническими характеристиками. Покупатель может получить большую скидку, воспользовавшись услугой трейд-ин, когда стоимость старого автомобиля включается в сумму сделки. Клиент приезжает, получает предварительную оценку своего автомобиля, то есть он уже понимает, на какую сумму он может рассчитывать. Далее мы проводим комплексную диагностику, проверяем автомобиль по всем базам на юридическую частоту. И человек уезжает через час уже на новом автомобиле. Накануне Нового года в автосалоне действуют праздничные акции. Кроме того, стать владельцем нового Митсубиши может даже тот автолюбитель, у кого в настоящий момент недостаточно средств на покупку. Иногда у клиента нет возможности приобрести автомобиль наличными деньгами, поэтому есть такая услуга, как кредит и беспроцентная рассрочка. Это очень удобно. Рассрочка дается покупателю на два года. За это время он уже будет наслаждаться поездками на новеньком автомобиле. А все вопросы по обслуживанию транспортного средства возьмет на себя автосалон. Диагностика подвески, диагностика тормозной системы, диагностика неисправностей и самое простое – замена масла масляного фильтра. А также ремонт любых агрегатов любой сложности. Перед покупкой любой автомобиль можно осмотреть не только снаружи, но и изнутри. А обо всех особенностях интересующей модели расскажет менеджер автосалона. Смотрите, тут новая система. Помимо того, что сиденье складывается вот так, есть возможность увеличить багажник, так как он здесь не особо большой. Длинный сиденье на 20 см. Багажник небольшой, а так и подвигается. И появляется ниша. Здесь мне все устраивает. Я пригоняю сюда автомобиль свой на порядок уже около трех лет. И сейчас рассматриваю приобретение нового Mitsubishi Eclipse. Все, что нужно, даже что я не знал, мне какие-то, можно сказать, фишки продемонстрировали, показали, что сильно, в принципе, повлияло на выбор данного автомобиля. Найти салон VistActive очень просто. Он находится в городе Домодедово на улице Корнеева, дом 17А. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Евгений Садовский, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся первый матч, заключительный в этом году серией домашних игр молодежной женской баскетбольной команды «Спарта НК-2». Девушки встретились с Сыктывкарской Никой. Чем закончился поединок, расскажет Юлия Погосян. «Спарта НК-2» – команда молодая. Возраст игроков не превышает 18 лет. Девушки стараются. Техника игры растет. Тем не менее, им тяжело бороться с игроками взрослыми, а значит, опытными. Очередное тому подтверждение – поражение в последней игре в рамках первенства России «Суперлига-1» с гостями из Сыктывкара клубом «Ника». Не понравилась защита. Я считаю, что есть где прибавлять. Пропустили очень много дистанционных бросков и быстрых прорывов. То, что мы промазали большое количество своих же бросков, говорит о том, что у нас есть очень большой резерв, скажем так, который мы еще не использовали. Однако, болельщики в молодежку верят и приходят на игры, чтобы поддержать любимую команду. По их мнению, если бы трибуны были забиты зрителями, то и результат игры мог бы быть лучше. Поддержки очень не хватает. Мало болельщиков на трибунах. Поддержка – это главное. И желание выиграть. Наша команда очень молодая. И этот опыт им пригодится в будущем. И думаю, что у них еще все победы будут впереди. Стоит отметить, что стартовый отрезок игры команды шли на равных. Видновчанки держали счет. Из колеи их выбила вторая четверть матча, когда у гостей из Сыктывкара открылось второе дыхание. И они увеличили число своих очков почти вдвое. Встреча закончилась со счетом 57-82. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. ВиднетВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.